Ну а что до предложения перенести наш парад победы в Лондон или Берлин, то идея, знаете, любопытная. Ведь вполне можно и в Варшаве показать наши танки, сделать такую большую европейскую гастроль. Хлопотно, конечно, но можно. А почему только полякам праздник? Ведь против нацистов на той войне сражался чуть ли не весь мир. Петр Маринин вооружился линейкой, циркулем и штабной картой образца мая 45-го года. И вот что у него получилось. Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша. К этому времени бойцы ВДВ, им на переброску нужно всего два часа, успеют провести репетицию, отдохнуть, сварить праздничную кашу с тушенкой и отгладить парадную форму. Кажется, нас давно не было в Берлине. 9 мая – отличный повод для дружеского визита. 1800 километров для современной армии – не расстояние. Тем более многие русские офицеры неплохо знают Германию. Им там даже карты не потребуются. Главное, чтобы они на автомате не заняли наши же военные городки, которые после объединения ФРГ и ГДР достались немцам. Прага, Хельсинки, Вильнюс, Сталин, Рига – это вообще совсем рядом. Половину этих городов праздничные русские солдаты могут выдвинуться и вовсе пешим порядком, как уже было 70 лет назад. Визит в Лондон и Вашингтон, конечно, придется планировать сильно заранее. Без авиации и флота тут никак не обойтись. Но до мая еще есть времени, так что заявки принимаются. Армия у нас большая, на всех хватит и еще для Москвы останется. Жалко только, что наши западные партнеры не смогут своими глазами посмотреть на Искандер и Сатану. Ведь их за пределы России можно доставить только по воздуху.